Добрый вечер, мои дорогие! Сегодня я хочу вам прочитать сказку «Семь симеонов, семь работничков». Жили-были семь братьев, семь симеонов, семь работничков. Вышли они раз в поле пашню пахать, хлеб засевать. В ту пору ехал мимо царь с воеводами. Глянул на поле, увидел семь работничков, удивился. Что говорит такое? На одном поле семь пахарей, росту одинаковый и все на одно лицо. Разузнайте, кто такие эти работнички. Побежали слуги царские, привели к царю семь симеонов, семь работничков. Ну, говорит царь, отвечайте, кто вы такие, какое дело делаете? Отвечают ему молодцы. Мы семь братьев, семь симеонов, семь работничков. Пашем мы землю отцовскую и дедову, и каждый своему ремеслу обучен. Ну, спрашивает царь, кто какому ремеслу обучен? Старший говорит, я могу сковать железный столб от земли до неба. Второй говорит, я могу на тот столб лезть, во все стороны посмотреть, где что делается увидеть. Я третий, говорит, Симеон, мараход, тяп-ляп, сделаю корабль, по морю поведу и под воду уведу. Я, говорит четвертый, Симеон, стрелец, налету муху из лука бью. Я пятый, говорит, Симеон, звездочет, звезды считаю, ни одну не потеряю. Я шестой, говорит, Симеон, хлебороб, за один день спашу и посею, и урожай соберу. А ты кто такой будешь, спрашивает царь Симеона-младшенького? А я, царь-батюшка, пляшу, пою, на дуде играю. Вывернулся тут воевода царский. Ох, царь-батюшка, работнички-то нам надобны. А плесуна и греца вели прочь прогнать. Только зря хлеб будет есть, да квас пить. Верно, отвечает царь. А Симеон-младшенький поклонился царю, да и говорит. Дозволь мне, царь-батюшка, мое дело показать, на рожке песенку сыграть. Что ж, говорит царь, сыграй напоследок, да и вон из моего царства. Взял тут Симеон-младшенький берестяной рожок, заиграл на нем плесовую русскую. Как пошел тут народ плясать, резвые ножки переставлять. А царь пляшет. И царь пляшет, и бояре пляшут, и стражники пляшут. В стойлах лошади в пляс пошли, в хливах коровушки притопывают. Петухи-куры приплясывают. А пуще всех царский воевода пляшет, с него под ручьями катится. Он бородой трясет, слезы по щекам льются. Закричал тут царь, перестань играть, не могу плясать, нет больше моченьки. Симеон-младшенький говорит, отдыхайте, люди добрые, а ты, воевода, за слой язык, за недобрый глаз еще попляши. Тут весь народ успокоился, один воевода пляшет. До того плясал, что с ног упал, лежит на земле, словно рыба на песке. Бросил Симеон-младшенький берестяной рожок. Вот, говорит мое ремесло. Царь смеется, а воевода зло затаил. Тут царь и приказывает. Ну, старший Симеон, покажи свое мастерство. Взял старший Симеон-молод в пятнадцать пудов, сковал железный столб от земли до синего неба. Второй Симеон на тот столб полез, во все стороны поглядывает. Царь ему кричит. Говори, что видишь, отвечает второй Симеон. Вижу, на море корабли плавают. Вижу, на поле хлеба зреют. А еще чего? Вижу, на море океане, на острове Буэяне, в золотом дворце Елена Прекрасная у окошка сидит. Шелковый коверт кет. А она какова, царь спрашивает? Такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Под косой месяц, на каждой волосинке по жемчужинке. Захотел тут царь Елену Прекрасную себе в жены добыть. Стал за ней сваток посылать, а злой воевода царя подучивает. Пошли, царь-батюшка, за Еленой Прекрасной семь Симеонов. Они великие искусники и не привезут царевну Прекрасную. Вели их казнить, голову рубить. Ну что ж, пошлю, царь говорит. И велел он семи Симеонам Елену Прекрасную добыть. А то, говорит мой меч, ваша голова с плеч. Ну что делать? Взял Симеон мореход острый топор, тяп-ляп, да и сделал корабль. Нарядил, оснастил, на воду пустил. Нагрузили корабль товарами разными, подарками драгоценными. Царь велит воеводе злому с братьями ехать, за ними надсматривать. Побелел воевода, а делать нечего. Не рыл бы другому яму, сам бы в нее не попал. Вот на корабль сели, паруса зашумели, волны заплескали и поплыли по морю, океану, к острову Буяну. Долго ли, коротко ли ехали, до чужого царства доехали. Пришли к Елене Прекрасной, принесли дорогие подарки. Стали за царя сватать. Елена Прекрасной, подарки принимает, рассматривает. А злой воевода и на ухо шепчет. Не ходи, Елена Прекрасная, царь стар, не удал. В его царстве волки воют, медведи бродят. Разгневалась Елена Прекрасная, сватов с глаз прогнала. Ну, братцы, говорит Симеон Младшенький, вы на корабль идите, паруса поднимите. В путь дорогу готовьтесь, хлеба запасите, а мое дело царевну добыть. Тут Симеон Хлебороб за один час морской песок спахал, рожь посеял, урожай снял, на всю дорогу хлеба напек. Корабль изготовили, стали Симеона Младшенького поджидать. А Симеон Младшенький ко дворцу пошел, сидит Елена Прекрасная у окошка, шелковый коверт пет. Сел Симеон Младшенький под окошком на лавочку и такую речь повел. Хорошо вас на море, океане, на острове Буяне, а на Руси, матушке, во сто крат лучше. У нас луга зеленые, реки синие, у нас поля бескрайние, у заводи березки белые, в лугах цветы лазоревые. У нас заря с зарей расходится, в месяц на небе звезды пасет. У нас росы медвяные, ручьи серебряные. Войдет утром пастух на зеленый луг, заиграет в берестяной рожок, и не хочешь, а за ним пойдешь. Заиграл тут Симеон Младшенький в берестяной рожок, вышла Елена Прекрасная на золотой порог. Симеон играет, сам по саду идет, а Елена Прекрасная за ним во след. Симеон через сад, и она через сад, Симеон через луг, и она через луг, Симеон на песок, и она на песок, Симеон на корабль, и она на корабль. Братья быстрехонько сходни сбросили, корабль повернули, в синем море поплыли. Перестал Симеон на рожке играть, тут Елена Прекрасная очнулась, огляделась, кругом море и океан, далеко остров Буян. Глянулась Елена Прекрасная на сосновый пол, полетела в небо, голубой звездой, среди других звезд затерялась. Выбежал тут Симеон Звездочет, посчитал на небе звезды ясные, нашел звезду новую. Выбежал тут Симеон Стрелец, спустил звезду в золотую стрелу, скатилась звезда на сосновый пол, снова стала Еленой Прекрасной. Говорит ей Симеон Младшенький, не беги от нас, царевна, от нас никуда не спрячешься. Если так тебе тяжко с нами плыть, отвезем тебя лучше к тебе домой, пускай нам царь головы рубит. Пожалела Елена Прекрасная Симеона Младшенького, не дам тебя, Симеон Певец, за себя голову рубить. Поплыву лучше к старому царю. Вот они день плывут и другой плывут, Симеон Младшенький, а царевна ни на шаг не отходит. Елена Прекрасного с него глаз не сводит, А злой воевода все примечает, злое тело затевает. Вот уж дом близок, берега видны. Созвал воевода братьев на палубу, Подал им ковш сладкого вина. Выпьем, братцы, за родную сторону. Выпили братья сладкого вина, полегли на палубе, Кто куда заснули крепко-накрепко. Не разбудит их теперь ни гром, ни гроза, ни материнская слеза. Было в том вине, сонное зелье подмешано. Только Елена Прекрасная да Симеон Младшенький того вина не пили. Вот доехали они до родной стороны, Спят старшие братья непробудным сном. Симеон Младшенький Елену Прекрасную к царю снаряжает. Оба плачут, рыдают, расставаться не хотят. Да чего поделаешь, не давши слова, крепись, а давши слова, держись. А злой воевода вперед к царю побежал, ему в ноги пал. Царь, батюшка, Симеон Младшенький на тебя зло таит, тебя убить хочет. Царевну себе забрать, вели его казнить. Только Симеон с царевной к царю пришли. Царь царевну с почетом в терем проводил, а Симеона велел в тюрьму посадить. Закричал Симеон Младшенький, братцы мои, братцы, шесть Симеонов, выручайте своего Младшенького. Спят братья непробудным сном. Симеона Младшенького в тюрьму бросили, железными цепями приковали. Утром светом повели Симеона Младшенького на лютую казнь. Царевна плачет, жемчужные слезы льет, злой воевода усмехается. Говорит Симеон Младшенький, царь немилостивый, по старому обычаю исполни ты мою просьбу предсмертную, дозволь последний раз на рожке сыграть. Злой воевода голосом кричит, не давай, царь-батюшка, не давай. А царь говорит, не нарушу обычаи дедовские, играй, Симеон, да поскорей. Заждались мои палачи, затупились у них острые мечи. Заиграл младшенький в берестяной рожок. Через горы, через долы рожок тут слышен. Услыхали его и братья старшие. Пробудились, трепенулись, говорят. Знать беда стряслась с нашим младшеньким. Побежали они к царскому двору. Только схватились палачи за острые мечи. Хотели Симеону голову рубить. Отколь не возьмись, идут старшие братья. Наступили они силой грозной над старого царя. Отпусти Наваллю нашего младшенького и отдай ему Елену Прекрасную. Испугался царь и говорит, берите братца младшенького, дай царевну в придачу. Она мне и так не нравится. Забирайте ее скорей. Ну и был тут пир на весь мир. Попили-поели, песен попели. Потом взял Симеон младшенький свой рожок. Плясовую песню завел. И царь пляшет, и царевна пляшет. И бояре пляшут, и боярышни. В стойлах лошади в пляс пошли. В хлевах коровушки притопывают. Петухи-куры приплясывают. А пуще всех воевода пляшет. До того плясал, что упал, и дух из него вон. В свадьбу сыграли, за работу принялись. Симеон хлебороб хлеб сеет. Симеон мореход по морям плавает. Симеон звездочет, звездам счет ведет. Симеон стрелец, Русь бережет. На всех работы на Руси хватит. А Симеон младшенький песни поет. На рожке играет, всем душу веселит. И работать помогает. Спокойной ночи. Симеон младшенький песни поет. Продолжение следует...